Привет! Ты слушаешь АВП и смотришь обзор геймерской мыши Afotech Bloody J90. Это тот самый случай, когда по-настоящему геймерская мышь стоит адекватных денег и не заточена под какие-то определенные игры, а вполне комфортно и легко выполнит любые ваши задачи, в том числе и поможет в учебе. Ведь все мы прекрасно понимаем, что 90% геймерских мышек покупается именно для этого, правда? Обязательно досматривайте видео до конца, иначе пропустите кучу тестов этой мыши в разных играх и программах. В комплекте сама мышь, инструкция, пара наклеечек и карточка со ссылкой на скачивание приложения. Что отличает обычную мышь от геймерской? Высокая чувствительность, чтобы быстрее и точнее реагировать на происходящее. Тут 5000 DPI, время отклика 1 мс, сенсор установлен отличный для такой ценовой категории. Оптический Pixar 3325. Срывы возможны, но это редкость, заслуживающая появление в красной книге. Большое количество клавиш, чтобы можно было навешать побольше макросов. У J90 помимо основных есть еще 9, всего 12 программируемых клавиш. Добро пожаловать в мир ММО. Удобный хват, чтобы рука не уставала от долгих каток. Эта характеристика, конечно, индивидуальная, но в моем случае звезды сошлись. Довольно крупной ладони лежит отлично, а за счет симметричного дизайна подойдет под любую руку. В небольшой женской ручке лежит тоже на удивление неплохо. Немаловажный фактор – долговечность. И тут с этим тоже все крайне положительно. 20 миллионов кликов и 300 километров пробега для металлических ножек. Ну а самый главный показатель геймерской мыши – это RGB подсветка. J90 в этом плане просто топчик. 15 зон для индивидуальной настройки. Вы не ослышались, не 15 цветов, а именно 15 зон. Цветов тут, кстати, более 16 миллионов. Подробно рассмотрим немного позже, когда буду рассказывать про ПО. Дизайн – штука субъективная. Так что здесь я выскажу именно свое мнение. Bloody J90 полностью симметрична и выглядит здорово. Даже эти кнопки на шлепке по бокам от основных не смотрятся чужеродно и не задеваются случайно после привыкания. Материалы на ощупь приятные, верх из пластика, а бока прорезинены. Кабель в тканевой оплетке средней жесткости. По размеру, как и говорил, хорошо зайдет в большую и среднюю ладонь. Держать удобно всеми тремя основными хватами. Дополнительных кнопок целых 9, но правше сложно использовать боковые кнопки справа, левше соответственно слева. За счет подсветки J90 мне кажется не надоест никогда. Зимой будет сверкать как гирлянда, а в особо морозные дни можно создать солнечную атмосферу. Летом наоборот уйти в холодные тона. Как вы видите, подсветку можно кастомизировать на любой вкус. Ничто не мешает заранее создать 5 пресетов и переключать их с мыши. Вариантов действительно множество. Можно самому создавать анимацию, задавать время и темп, выбирать тип свечения и конечно же цвет каждого отдельного элемента. Кроме того, с этой мышью идут уже активированные легальные читы Core 3 и Core 4. С Ultra Core 3 вы можете настроить скорость стрельбы, подавление отдачи, а также регулировку траекторий, что соответственно увеличит точность стрельбы. Этот режим идеально подходит для шутеров. Ultra Core 4 создан для ММО, РПГ, РТС и подобного. В этом режиме вы сможете создавать сложные макросы для выполнения определенных задач. То есть для того, чтобы накастовать фаербол, не нужно зажимать 5 клавиш на клавиатуре одновременно. Можно делать это нажатием одной кнопки мыши, главное сильно не увлекаться. Ходят легенды, что за особо сложные комбинации можно получить бан. Конечно, это далеко не все. Настроек просто масса и разбор всех заслуживает отдельного видео. Но если у вас все-таки хватит терпения разобраться во всем этом, то это даст нешуточные преимущества на поле боя. Причем не только в играх. Мне, например, Bloody J90 очень сильно помогает в монтаже видео. Повесив часто используемые комбинации на мышь, многие действия стали выполняться гораздо шустрее. Обычно перед особо потными катками стоит немного размяться в каком-нибудь браузерном АИМ-тестере. Конечно, кому как, но мне это немного, но помогает. И тут же первая приятная новость. Никакой акселерации. Курсор идет ровно туда, куда и должен. Проверка пайнтом тоже проходит с успехом. Прямые линии рисуются без пунктира. В более сложном сценарии с кругами проблем тоже не наблюдается. Переходим к тяжелой артиллерии. КС-очка встречает хедшотами. Тройной выстрел идет точно в цель. Боты не способны оказать никакого сопротивления. В онлайне сложнее, но тройной выстрел, конечно, решает. В Overwatch важна скорость и реакция. И проблем с этим нет. Как и показал АИМ-тестер, прицел идет точно в цель. И опять же, тройной выстрел, например, на солдате, работает не совсем адекватно. Но и без этого раздавать хедшоты можно на ура. А точность сенсора хорошо заметна на примере Ханза. Опять же, все познается в сравнении. После прошлой мыши, не самый худший, хочу заметить, разница ощутима. Идем в смачный сингловый шутан Rage 2. Обзор на который найдете в описании. И получаем истинное наслаждение. Тут без комментариев. Как говорил классик, геймплей на кончиках пальцев. Внезапно, Total War 3 царствия. Обзор на игру также будет в описании. И на самом деле, можно было обойтись без этого. Играть удобно. На этом все. На самом деле, за неделю с этой мышью поиграл во все, что только можно представить. И в целом остался доволен. Bloody G90 универсальный грызун, который подойдет не только для любого игрового жанра, но и для работы, монтажа, фоторедакторов и, конечно, учебы, как и говорил в самом начале. И еще, никогда бы не подумал, что мышь может выпрямить руки. Но с G90 это возможно, особенно если заморочиться с настройками. Не забывайте про лайк, репосты и подписку. Все нужные ссылки в описании. А на этом не прощаюсь. Впереди вас ждет пара интересных видосов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok